Привет, друзья! Я уже прогулялась, точнее, это была не прогулка, я вернулась с танцев. Сейчас я снимаю на самом деле 7 запчастей, это как типа марафона, простые вещи, позволяющие восстановить психику и здоровье. Так вот, сегодня первая серия, и первая серия называется «Восстанавливающий сон». То есть я пошла на танцы, потанцевала, пришла в хорошем расположении духа, теперь мне нужно успокоиться, в одно и то же время лечь спать, в одно и то же время проснуться. Но чтобы хорошо отойти ко сну, мой алгоритм. Я беру успокаивающие травы, это HVP, валерьяна, стратосвет и шишечки хмеля. Мне понадобятся две капсулки, я могу, конечно, их не раскрывать, но я обычно все-таки раскрываю, и содержимое капсул, такая достаточно интенсивно пахнущая трава, я выбрасываю ее в чашечку и в эту чашечку доливаю, у меня уже подостыл кипяточек, он не то чтобы прям кипяток, он еще горячий, но где-то может быть градусов 80. Вы можете стаастелью еще добавить или мед, но я не буду, просто буду наслаждаться запахом мяу-балерьянки. И вот я медленно-медленно иду в спальную комнату, надо же все, надо угомониться и все-таки приготовиться ко сну. Вот, здесь у меня следующая станция, друзья, следующая станция диффузор, сюда можно добавить водички, я уже приготовила, вот она у меня водичка, сейчас вот я это подкрою, вот, добавляю, а, соли-соль, в эту водичку я добавлю лавандового масла, это эфирное масло, очень высококачественное, тоже производство НСП, есть только в Европе и в Соединенных Штатах Америки, ну вот я его очень люблю, понюхайте, как будто бы идешь по лавандовому полю. Я делаю несколько капелек, делаю раз, делаю два, ну штучек 10 капелек достаточно. Так, лавандовое масло очень хорошо успокаивает, но у меня сразу глаза начинают слепаться с этим лавандовым маслом, выливаю и закрываю, вот, и включаю диффузор, сейчас начнет дымок такой подыматься, можно сделать разного цвета, это единственный ночничок, который у меня может работать в моей спальне, видите, чувствуете, но Юре не нравится лавандовое, ну, запах лаванды, точнее, может быть, нравится, но он предпочитает инспайр, инспайр, тут сложный состав, эфирных масел, целый букет, вы можете выбрать для себя, а я могу пользоваться еще на кожу, только надо аккуратненько, чтобы немного капель было, просто вдыхать поближе, если у вас диффузора нет, вы можете вот так вот делать, тоже очень хорошо пахнет. Следующий момент, нужно сделать так, чтобы было темно, прям темно, ну, видите, у меня здесь большое окно в пол, и я приступаю к закрытию, чтобы у меня утреннее солнце не разбудило. Почти лето, оно просыпается очень рано, солнце, я не успеваю высыпаться, поэтому я делаю себе абсолютно темно, абсолютно темно, и проверяю, насколько это абсолютно темно, ну, у меня ночничок еще горит, ладно. Так, так, и черепишечка моя, так, я почти готова, ой, слушайте, так приятно. Если вы сделаете себе комфортную температуру, мне комфортно потеплее, а вдруг вы любите похолоднее, сделайте комфортную температуру. И на сон грядущий я буду читать Макса Фрая. Это фэнтези, ни к чему не обязывающее. Когда я впервые читала Макса Фрая, я не могла спать, потому что я хотела узнать, что же на следующей странице. Но я его читаю в пятый раз, в пятый раз. Приглушенный такой, ну, в общем, мне хватает этого света небольшого для того, чтобы с этим разобраться. Только печатная книга, никаких гаджетов. Не берите с собой в кровать смартфон, не берите с собой в кровать компьютер, потому что это уже, ну, как бы, не то. Помните, что голубой свет от экрана нарушает деятельность эпизиза, и, в общем, вы не заснёте. А если заснёте, ну, будет не там, циркадные ритмы сбиваются. И если выключить в конечном итоге, так, у меня просто вода и тот чаёк, который я обязательно сейчас выпью, да. И если сейчас выключить свет, у меня будет практически абсолютная темень. Спокойной ночи!